ОМТВЮА про Головне. «Будет дано и готовы к этому», – заявил изданию российский политолог Сергей Марков. Российские источники газеты заявили, что Путин относится к снятию этого табу очень серьезно, и оно может изменить его подходы, но не сказали, как именно. Снова поедет трогать груши с мармеладом или отправится смотреть, как сын Кадырова стреляет из золотых пулеметов? Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Посол РФ в США в ответ на новый пакет американских санкций, разрушающих российскую военную промышленность и запрещающих закупки российского золота, заявил, что США нарушают правила игры. Вот такая игра. Слово «игра», «правила игры» часто звучали в журналистских материалах и порой из уст государственных деятелей и дипломатов. Но теперь эта фигура речи в политическом контексте – явный анахронизм. Что это? Игры закончились 24 февраля 2022 года. Началась суровая военная жизнь. Это серьезная вещь. Там, где по злобной человеческой воле развязана война, где гибнут и страдают миллионы людей, для игры нет места. Действия антигитлеровской коалиции в 1939-1945 годах меньше всего были игрой. Это была тяжкая борьба за право на жизнь и свободу. Нам такая игра не нравится. Борьба завершилась безоговорочной победой над нацистским злом. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. И для тех, кто убил сам себя в рейх канцелярии, и для тех, кто оказался на скамьях подсудимых в Нюрнберге, та война не была игрой. Денацификация рано или поздно ждет не Украину, а Россию. А там и Нюрнберг, и Гаага недалеко. То, что происходит в мире сейчас, тоже не игра. Дипломат Анатолий Антонов должен это осознавать со всей ясностью. Он представляет страну, совершившую агрессию и ведущую жестокую войну на пространствах независимого и суверенного государства. Большая часть мира преисполнена желанием эту войну прекратить. Агрессора примерно наказать. Предпосылки новых войн в этой части мира искоренить так же решительно, как они были искоренены в Западной Европе после 1945 года. Мы же с вами не хотим такого развития событий. Политические игры закончились 4 месяца назад. Ныне за восстановление мира идет жестокая борьба, в которую так или иначе вовлечено почти все человечество. И действия США, их санкционная политика – мощное оружие в этой борьбе за право на жизнь и свободу. Как искренне и беззаветно они хотели бы нас уничтожить. Послу Антонову следует понимать это. Как и то, какую сторону он избрал в нынешней борьбе и что будет из этого следовать. Американцы нам на радость движутся в сторону ада. Все предельно серьезно. Никакой игры. Это опасные игрушки. Ответить им не дождетесь. Очень хочется ответить им не дождетесь. Но, к сожалению, мы знаем, что за последние 100 лет дважды дождались. Правда же? В 17-м году дождались, и в 91-м дождались. И наша собственная история показывает, что у нас это возможно. Без всякой ядерной войны, без всякой с их стороны специальной или не специальной военной операции мы можем довести страну до Цугундра, до развала, до Харакири, до отъедания самим себе рук и ног. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Против переговоров мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться. Специальные военные операции, я считаю, уходят в новую стадию. То есть ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО, а пощады не будет. Пощады не будет. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно, да? Это, как говорил один классик в своей песне, в шансоне. Опа, опа. С чем-то срослася опа. Президент России Путин на встрече с военкорами сказал несколько потрясающих вещей. Самое яркое вот это, цитирую дословно. Мы, то есть Россия, в отличие от Украины, не можем действовать террористическими методами, потому что у нас государство, страна, а там режим. То есть, следуя господину Путину, если одно государство силами нескольких армий без объявления войны нападает на соседнее государство, то оно не совершает акт терроризма. А вот если это соседнее государство начинает в соответствии с Конституцией и всеми международными законами защищать свою территорию, то оно режим террористов. Следующая фраза. Еще интереснее, когда господин Путин сказал, что цели спецоперации остаются неизменными, но тут же добавил, что они постоянно меняются. Как хотим, так и понимаем. Ну и третье. Вновь обвинение проклятого украинского режима за то, что он ставит памятники фашисту Бандере. Надо напомнить еще раз господину Путину, что Бандера был украинский националист. Каким бы он ни был плохим, но он не был фашистом. Иначе бы он не сидел всю войну, последнюю, Вторую мировую, в концлагере именно у немецких фашистов. Прежде чем бросать такие ярлыки о фашистующем Бандере, и прежде чем говорить, что это фашисты типа Бандеры, вы хоть биографию Бандеры, самую маленькую, в любой энциклопедии откройте и прочитайте. Вот мужик-то отсидел в концлагере Заксенхаузен с июля 41-го года по декабрь 44-го года. Это в том самом Заксенхаузене, где убили Якова Джугашвили. Какой фашист? Откуда фашист? Ведь как только Бандера объявили, правильно это называется, акт возрождения украинского государства. Как только Бандера в июле провозгласил акт возрождения украинского национального государства, он тут же оказался в концлагере. И всю войну там просидел. Но, когда немцы его выпустили, потому что им нужно было попробовать взять под себя УПА, украинская постанческая армия, которую мы тоже красим одной жирной черной краской. Они выпустили Бандеру в декабре 44-го года. И Бандера отказался сотрудничать с немцами. Как он мог сотрудничать? У него ведь два брата были уничтожены в Освенциме, в концлагере. Задайтесь вопросом. Когда вы кричите, что Бандера – палач украинского народа, и чуть ли не всемирный палач, и чуть ли не самый кровавый палач времен Великой Отечественной войны, вы задайтесь вопросом. Где он это мог сделать? Мы не потерпим существовать. Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию России. Особенно актуально сегодня заявила посол России в Вашингтоне Антонов. Сомнений в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов нет, а Путин принял решение сурово наказать киевский режим за вторжение на территорию России, рассказал дипломат. Вашингтон готовится направить на Украину новую партию помощи. По данным СССР, речь идет о 120 миллионах.